Оперативную обстановку сегодня, вчера не было ролика по техническим причинам, поэтому мы сегодня будем рассматривать ее за два дня, за 24 и 25 марта. Итак, начинаем с ночи, 24 марта, и наша страна была атакована довольно массированным, я бы сказал, ракетным ударом. 29 крылатых ракет, 14 самолетов стратегической авиации, район пусков это Энгельс, Рашистская Федерация, и 28 ударных беспилотников типа Шахет 136-131, районы пусков Приморско-Ахтарск и мыс Чехов. Это Рашистская Федерация, и мыс Чауда, это временно оккупированный украинский Крым. Что здесь надо отметить, то что опять удар наносился в основном по всей территории Украины, особенно это центральные и западные областя нашей страны. Причем был инцидент, когда одна из крылатых ракет залетела на территорию Польши, находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Ну, знаете уже, много мемов по этому поводу. А мемы почему? Потому что Польша не отреагировала в плане сбития. Они сопровождали. Ну, скажу сразу, что средства оповещения и развернутые дополнительные комплексы Патриот к тем элементам противоракетной обороны, которые сегодня созданы на восточных границах НАТО. Они видели эту ракету, отслеживали и понятно, что это была провокация. Тем более, что ракета, как я понимаю, не углублялась в территорию Польши, она просто залетела в воздушное пространство покасательное и вышла дальше, вернулась дальше в воздушное пространство Украины. Поэтому реакция была нулевая. Тут очень серьезный момент. Многие, конечно, создают мемы, смеются, но очень серьезный момент. Россия, я всегда обращаю ваше внимание на то, что Россия играет на грани фола. Они провоцируют НАТО или любую страну из членов НАТО на ответные силовые действия. Если бы это была ракета сбита, тогда Россия могла бы предъявить, что это прямое боевое столкновение. И таким образом сделать заявление, что они считают, что НАТО вступило в войну на стороне Украины, чего, собственно, и добивается Путин. Поэтому ракету никто в этом воздушном пространстве не тронул. Ну а мы приняли все меры. Видите, опять же, когда они расползаются по всей территории Украины, их сбить довольно сложно. Потому что плотность систем ПВО у нас достаточно низкая на сегодняшний день. О чем мы постоянно напоминаем нашим партнерам и просим, чтобы они увеличили количество систем ПВО, поставляемых нашей стране. Чтобы мы хотя бы сами себе закрыли небо. Итак, к отражению нападения в ночь на 24 марта привлекались зенитно-ракетные подразделения, истребительная авиация воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя было уничтожено 43 воздушных цели. А именно, 18 крылатых ракет типа Х-101, Х-555 и 25 ударных беспилотников типа Шахет-136, Х-131. Борьба с ними и поражение целей осуществлялось в основном в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей. А вот сегодня ночью защитники сбили 8 из 9 ударных беспилотников типа Шахет, которыми противник атаковал вчера уже поздно ночью с мыса Чауда. Это наш украинский Крым, временно оккупированный расистскими войсками. И здесь к отражению воздушного нападения привлекались в основном мобильные огневые группы сил обороны Украины. Шахеты были уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей. То есть видите, когда они идут более целенаправленно, более кучно, то проблем с их уничтожением практически не возникает. Редкая птица долетит до середины Днепра. Так и здесь из 9 шахедов 8 было уничтожено. Но враг не ограничился ночными атаками, одними шахедами и сегодня около 10.30 по киевскому времени противник нанес удар по столице, по нашему любимому Киеву, двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного украинского Крыма. По некоторым данным я объяснял, что мы все с вами специалисты знаем, что баллистическую ракету легко просчитать. Математика, наука довольно точная. И понятно было, куда летят эти ракеты. Так вот, по источнике информации говорят, что ракеты были нацелены на офисы службы безопасности Украины. Это так, видимо, расистское командование решило отметить сегодня день СБУ. Ну, я вам скажу, что обе ракеты были сбиты и единственное повреждение, которое это падение обломков этих ракет на территории, к сожалению, они упали на территории столицы. Единственное, на данный момент пока остается под вопросом, откуда именно был осуществлен пуск, либо это был стационарный береговой ракетный комплекс «Утес», также известный как «Объект 100 сотка», или это был модернизированный мобильный комплекс береговой обороны «Бастион». А ракета, которая применялась сегодня, это была ракета «Циркон». Опять же, Путин относит эту ракету к вундервафле, то есть супероружию, которое должно изменить ход не только нашей войны, но и ход из мировой истории, что это якобы гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью 8-9 тысяч метров в секунду, то есть это гиперзвук, и она недосягаемая для средств противоракетной обороны и, естественно, гарантированное стопроцентное попадание в цель. Но, как оказалось, комплекс «Патриот» довольно эффективно справился с обоими ракетами. Причем здесь была даже особенность, что вместе сначала сирены и взрывы, сирены воздушной тревоги и взрывы в Киеве происходили практически одновременно. Дело в том, что даже сверхзвуковая ракета, которая летит со скоростью, допустим, тысячу метров в секунду, это больше трех махов, трех скоростей звука, она расстояние в 500-600 километров, примерно столько от Крыма до Киева, она преодолевает за считанные минуты. Поэтому реакция по подаче сигнала воздушной тревоги, она может быть запоздалая. Кстати, харьковчане говорят, что у них это постоянно. Сначала взрывы, а потом сирена. Ну, там время подлета вообще одна минута. Так вот, после перехвата этих ракет, их перехватили, начнем с этого, после перехвата этих ракет, конечно же, все равно обломки падают на землю. В результате сложился спортзал государственного учебного заведения, причем не имеющего отношения абсолютно к военным организациям, гражданское учебное заведение. Остатки другой ракеты упали в частном секторе на левом берегу города Киев. В общей сложности пострадали, ну, уже на данный момент 10 человек, из них госпитализированы двое. Остальным оказана медицинская помощь. Ну, и теперь вот по поводу, два слова по поводу самой ракеты. Ракета суперсекретная, суперсовременная, как заявляет Путин. Даже до сих пор не было ни одной более-менее четкой фотографии самой ракеты. Настолько они ее там секретят. Это 3М22 Циркон. Малокачественное видео с ее пусками от Минобороны РФ. Да, оно в сети есть, но оно малокачественное. Там очень мутно, расплывчато, ничего понять невозможно. Под вопросом остаются и характеристики этой ракеты. Потому что РФ заявляла, что дальность эта ракета летит на 400 километров. И скорость ее должна быть 6 махов. Впоследствии было изменено, сказано, что 600 километров она летит. Потом следующий выступающий сказал, что она летит 1000 километров. И скорость у нее 9 махов. Вес боевой части в разных источниках декларируется на уровне от 300 до 500 километров. Но сейчас у нас есть качественные фотографии самой корпуса ракеты, которая была сбита. К сожалению, головную часть вряд ли мы, наверное, уже найдем. А сам корпус ракеты, ее блок автоматики, разгонный блок, они у нас есть. И теперь у нас есть возможность наконец-то узнать ее содержимое и ее настоящие тактико-технические характеристики. И самое главное, тут надо обратить внимание на то, что комплекс Патриот может сбивать ракеты на скорости до 2100 метров в секунду. То есть, выше скорость комплекс Патриот ракеты не сбивает. Вот такая вот их характеристика. То есть, это говорит о том, что эта ракета сверхзвуковая, но никак не гиперзвуковая. Причем, мы же сбиваем, наши Патриоты сбивают эту ракету на конечном участке траектории, когда она летит на максимальной скорости, направляясь в саму цель. Но, тем не менее, мы их сбили, причем обе ракеты. А теперь внимательно изучаем. Вот такая воздушная обстановка на данный момент. Ну, а теперь поговорим об оперативной обстановке, о линии фронта. И надо отметить, что за основу, конечно же, берем прошедшие сутки, но итоги я подведу за двое суток введения боевых действий силами обороны Украины. Итак, за прошедшие сутки на линии боевого соприкосновения произошло 60 боевых столкновений. Немножко тенденция к снижению, количество упало. Естественные потери, конечно же, уменьшились за эти сутки. Но, тем не менее, интенсивность боев, особенно на отдельных участках, очень и очень остается высокой. Всего за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 33 ракетных и 70 авиационных ударов. Произвели 91 обстрел из реактивных систем залпового огня. Огонь ввелся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта. И в результате этих российских террористических атак, к сожалению, погибли и раненые есть среди гражданского населения. А также разрушение получил как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. За прошедшие сутки авиационные удары российской авиации наносились в основном в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь российских захватчиков попало более 100 населенных пунктов. И это линия государственной границы Черниговская, Сумская, Харьковская область. И линия фронта Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской области. Далее пройдемся по оперативным направлениям. И начинаем мы с северо-запада, это Волынское и Полесское направления. Точнее с севера, это у нас очень широкое направление. И здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. Продолжает армия Беларуси бороздить нескошенные травы на полях. То есть продолжается учение, когда они закончатся. Но они в принципе и не заканчивались, продление идет постоянно. Поэтому мы просто отслеживаем и перемещение войск по территории Беларуси и их действия на полигонах этой республики. Далее идет у нас северское и слобожанское направления. Тут до сих пор, уже вторую неделю, продолжаются боевые столкновения в приграничных районах Рашидской Федерации. Российские освободительные силы ведут бои с путинскими войсками. И довольно неплохо ведут, раз до сих пор не Рашидское командование, на примере того же Герасима или Шойгу, не может локализовать эти боевые столкновения. Бои продолжаются. Хотя интенсивность этих боев значительно снизилась. Но со стороны Рашидской Федерации единственное, что смогли сделать рашидские генералы, это то, что увеличить, значительно увеличить количество наносимых ударов по Сумской и Черниговской областям с помощью так называемых КАБов, корректируемых авиационных бомб. Да, они там бросают, ну сейчас бросают и полутора тонны, это самые большие, ФАП-500, ФАП-1000 и ФАП-1500. Трехтонки, как я и говорил, что от отмашки запускаем в серию до появления их на линии фронта пройдет, наверное, не один месяц. Ну и самая главная техническая проблема, кто будет поднимать трехтонную бомбу. Потому что в штатный ее носитель, а это Ту-22М3, стратегический бомбардировщик, у него бомболюки внутренние, у нее нет внешних подвесов. А в бомболюк, это бомба с вот этой накладкой, планирующей накладкой, модулем управления и планирования, она не влазит. Вот поэтому, так что пока что остается все на уровне ФАП-1500. Для нас это тоже проблема, но об этом мы еще поговорим сегодня. Далее у нас идет с вами Купенское направление, это уже линия фронта. И здесь продолжает отмечаться снижение боевой интенсивности. Одну атаку отразили наши войска в течение суток в районе населенного пункта Синьковка, Харьковской области. Больше боевой активности враг не проявлял. На остальных участках Купенского оперативного направления происходили позиционные бои, перестрелки и обмены артиллерийскими ударами. Далее у нас идет Лиманское направление. Тут, к сожалению, обстановка резко обострилась. И несмотря на количество атак 8, зарегистрированных нашим командованием, боевые действия, активные боевые действия велись в районе Белогоровки, Ямполевки, Веселого. Враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Ну и надо отметить, что противник в районе Серебрянского лесничества на северо-восточной отметке 81,5 имел частичный успех и смог немного продвинуться вглубь нашей обороны. Ну, сегодня много будем об этом говорить. То есть, за воскресенье и за субботу и воскресенье на многих оперативных направлениях враг имел частичный успех. То есть, ползучее наступление мелкими шагами, к сожалению, продолжается. Вот, начиная с Лиманского направления. Далее у нас идет Бахмутское направление. Здесь противник тоже атаковал. Основные боевые действия велись в районе Богдановки, Клещиевки и Андреевки. Рашистские войска проводят массированную атаку на большой ширине линии фронта. То есть, они вот, особенно Клещиевка, Андреевка, Богдановка, Ивановская, они вот на этих двух, ну, таких рубежах враг ведет интенсивные боевые действия. И давит изо всех сил, которые у него еще на сегодняшний день остались. К сожалению, в районе Ивановского, севернее и южнее этого населенного пункта, в направлении Часового Яра, враг имел частичный успех и продвинулся на несколько позиций вглубь нашей обороны. Подобное развитие ситуации усугубляет оперативную обстановку в направлении самого Часового Яра. Мы понимаем, что враг движется, хоть и медленно, но все равно движется. Кстати, одной из главных таких решающих ролей в этом продвижении, сразу скажу, играют кабы. Это средство, против которого у нас на сегодняшний день пока что нету противоядия. Вот в чем дело. И вот на количество кабов исчисляется более 10 тысяч фугасных авиационных бомб накопил еще Советский Союз на своих складах. Чем сейчас и пользуются расшисты, накупив примитивных комплектов сервоприводов и электронных плат для того, чтобы делать и GPS на навигаторов, чтобы делать вот эти комплекты, цеплять их на авиационные бомбы. Для нас это сегодня огромная проблема. Далее у нас идет Авдеевское направление. И тут Силы обороны Украины отражали атаки в районе 10 атак было зафиксировано. На этом оперативном направлении отражали атаки в районе Бердичи и в районе Первомайского. Надо отметить, что в районе Бердичи продолжаются тяжелые бои. Противник хочет захватить еще одну улицу, которая идет параллельно той, которую они заняли раньше. То есть они поквартально продвигаются, пытаются продвигаться. Но пока в Бердичах успеха у них нет. Все в самом населенном пункте бои продолжаются, но продвижение врага не отмечено. Рашисты заняли основную часть населенного пункта Орловки. Но мы об этом говорили ранее. И теперь через заболоченную местность, ниже водохранилищ, пытаются наскоком зайти в южнее населенного пункта Семеновки. Семеновка, она находится за водохранилищами. Они являются как бы естественной преградой. И тут враг может войти в Семеновку, преодолев, обойдя, только обойдя эти водохранилища. Либо с юга, либо с севера. Они пытаются с наскока зайти за эти водохранилища, чтобы добраться до населенного пункта Семеновка с южной стороны. Около тоненького ситуация существенно ухудшилась. Южнее села нету связи с нашими позициями. Это отмечает команда Дипстейт. Соответственно, они не могут установить более точную линию боевого соприкосновения в том районе. Поэтому пока остается та линия, которая была на начало предыдущих суток. В Первомайском и Близневельского там продолжаются накаты врага. Накаты это у них видоизменение атак наших позиций. Они бонзай атаки еще их называют и накаты. То есть они бонзай атака это когда они очень быстро-быстро-быстро пытаются добежаться до наших позиций. Штурманули и получилось ура, не получилось не ура. И убежали, если смогли. Вот такой вот это бонзай атаки. Причем применяются в бонзай атаках вот эти баги, вот эти гольф-кары применяются. Что-то очень быстрое, которое довольно быстро передвигается по местности, если такая позволяет. Накаты это более серьезные. Иногда они бывают в пешем порядке, когда несколько волн атаки. Я вам рассказывал, одна волна, мы ее ложим. Сразу же следом, без перерыва за ней идет следующее, потом следующее. До тех пор, пока не истощат наши запасы боекомплектов и личного состава на передке. При этом может быть поддержка бронетехники, при этом может быть поддержка артиллерии. Почему говорю может быть? Потому что она не всегда есть. Иногда бывает так, что они отправляют просто людские штурмы в эти накаты, пехоту без особой поддержки. В эти накаты с целью... Ну, пехоту не жалко, ее много. Вот с танками проблема, с артиллерией тоже есть частичные проблемы. Потому как само боеприпасов много, а вот артиллерии не хватает уже в рядах. Приходится маневрировать артиллерийскими соединениями, подразделениями и частями, для того, чтобы поддерживать необходимый уровень огневого воздействия на наши войска. Так что, вот такие вот накаты, они применяют с целью улучшить свое тактическое положение. То есть, с целью захватить хотя бы какую-то нашу позицию. В перерывах между накатами и бонзай-атаками, понятно, что наш передний край, наши позиции утюжат кабами. Кабами и артиллерией. Далее, Новопавловское у нас направление. И здесь силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайная. Враг при поддержке авиации 25 раз пытался атаковать нашу позицию с целью прорыва нашей обороны. Южнее Красногоровки враг немного закрепился и продолжает штурмовые действия в сторону самой Красногоровки. Также тяжело в Георгиевке и в районе населенного пункта Победы. А в Северной Новомихайловке, там расистское командование никак не может успокоиться, продолжая посылать живую силу, то есть пехоту, практически в эти накаты, в эти волновые штурмы. По тому принципу, по которому я вам только что рассказал. То есть там, вот здесь, на Новопавловском направлении, с количеством убитой и раненой пехоты враг не считается. Видимо, группировка позволяет на сегодняшний день ложить столько пехоты, сколько... Фактически это идет забрасывание телами наших позиций. Вот серьезно, наши военные отмечают, что это просто костьми они укладывают и пытаясь выбить нас с позиций. Не удается. И это забрасывание телами, оно иногда, да, надо отмечить, приносит частичный успех. Они там могут занять одну-две позиции. Ну, в частности, за прошедшие сутки в районе Новомихайловки и в самой Новомихайловке и ее окрестностях врагу удалось немного продвинуться вглубь нашей обороны. Частично. Ну, кстати, надо отметить, что был брос такой активный, что прорвались на 4 километра продвижение в направлении Углидара. Это полный фейк, он не соответствует действительности, никто никуда не прорвался. То, что я вам сказал, был частичный успех у врага, и мы его зафиксировали на карте, вы это видите. Но никаких там прорывов на километры вглубь нашей обороны, а тем более в направлении Углидара, это фейк. Никто, нигде не осуществлял. Далее у нас идет с вами Ореховское направление. Здесь российские захватчики трижды при поддержке авиации атаковали позиции наших войск. Атаки в основном происходили в районе Старомайорская, Работино. Возле Урожайного, там продолжаются очень тяжелые бои за посадку в районе села. Большинство вот этих накатов удалось отбить, но противник не оставляет попыток закрепиться в районе этой посадки. У самого Старомайорского расисты, к сожалению, имели частичный успех, немного продвинулись вперед на несколько наших позиций. В Работино, наоборот, мы нанесли довольно большие потери врагу в районе школы. Там они прорвались, очередная группа расистов прорвалась в Работино заскочила и в районе школы они были уничтожены, ликвидированы. А вот юго-западнее и западнее Вербового, там враг не оставляет попыток отбросить наши силы обороны с занятых еще в прошлом году позиций. Бои продолжаются. Успеха в районе юго-западнее и западнее Вербового враг не имел. Ну и остается у нас Херсонское направление. Тут расистские оккупанты пытаются выбить наши подразделения с плацдарма на левом берегу. За прошедшие сутки одна была попытка штурма наших позиций, которая не увенчалась успехом. Враг понес потери и отошел на исходные рубежи. Плацдарма продолжает сражаться, продолжает обороняться и продолжает наращивать свои боевые потенциалы. Как вывод можно сказать следующий, что несмотря на определенную стабилизацию линии фронта в начале этого месяца, за последние 10 дней враг проводит большое число накатов и бонзай-атак. Вот эти вот, как я вам сказал, обильно полевая позиции сил обороны Украины кабами, вот этими бомбами. То есть там уже рекорды более 2000 кабов было с начала месяца сброшено на наши позиции. Да, там надо отметить, что точность их не 100%, они плюс-минус прилетают, но сам факт их поражающего действия, чем больше бомба, тем больше у нее радиус поражения, причем не столько осколками. Там осколков очень мало от этой бомбы. Она фугасная, она предназначена для разрушения. У нее большая масса. Какой смысл этой бомбы? Она должна пробить объект, допустим, какое-то строение. Она его пробивает и взрывается внутри. И вот этой ударной волной, взрывной волной она разрушает этот объект. И уже получается, что разрушает его изнутри. Для личного состава это вызывает контузию. В радиусе 500 метров, если полуторка, 1500 килограмм, то в радиусе 500 метров в военнослужащий получает контузию. Очень тяжело укрыться, найти укрытие для того, чтобы этого избежать. И вот для нас это сегодня огромная проблема. А для расшистов, к сожалению, они стали чудом оружия, которое приносит результаты. Практически не имеет контрмер с нашей стороны. Мы попробовали блуждающие сделать комплекс дальнего радиуса действия. Я знаю, помним, чем это закончилось. Он попал под раздачу и был уничтожен врагом. Параллельно с таким, я бы сказал, огромным, бешеным давлением врага продолжается и оптимизация, и улучшение некоторых армейских процессов у противника. Что очень плохо сказывается на линии фронта для нас и усложняет нам задачу нашей обороны. Ну а пока наши партнеры переживают за нефтяные заводы и таджикских террористов, ситуация на фронте ухудшается. Я имею в виду то, что сколько, видите, как Россия все перевернула. Об этом мы еще тоже поговорим. Все теперь выражают соболезнования России. То, что у нас тысячи гибнут людей в стране, это и гражданских, и женщин, стариков, детей, и военных. И страна постепенно превращается в руины, особенно в районах боевых действий. Я что-то не видел очереди из послов, выражающих нам соболезнования и дающих нам вооружение и технику в необходимых количествах. Второе дают, но опять же количество вопросов. А тут прямо вереница послов, которые там свечки зажигают. За прошедшие сутки авиация Силы обороны Украины нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по двум средствам противовоздушной обороны противника и трем районам огневых позиций артиллерии, а также станции радиоэлектронной борьбы. Общие потери, общие за прошедшие двое суток составили, подбиваем за двое суток. В личном составе враг понес потери 1630 расистских оккупантов, в танках 35 единиц, в боевых бронированных машинах 53 единицы, в артиллерийских системах 66 единиц, в средствах противовоздушной обороны 3 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 76 единиц, в ракетах 18 единиц, в автомобильной технике 110 единиц и в специальной технике 17 единиц. Это обобщенные потери за двое суток введения боевых действий, обобщенные потери противника расистских оккупационных войск на всей линии фронта в результате введения боевых действий за двое суток силами обороны Украины. Ну не могу сюда не добавить еще, пока не попали они в сводку, сейчас мы ждем подтверждения и детализации, но тем не менее у нас три корабля вражеских получили довольно серьезные повреждения, либо уничтожены совсем. Есть информация о повреждении разведывательного корабля Иван Хрухурс в результате атаки на Крым. Были удары ракетами Скалп и Штормшедов, в основном это были ракеты Штормшедов. И скажу так, что хорошо они прошли по Гвардейскому, Севастополю, по Севастопольской бухте, мыс Фиолент, Балаклея, аэродром. Повреждены как минимум три самолета Су-27, сейчас это проверяется информация. Есть повреждения, мы говорим о серьезном уничтожении, давайте так пока скажем. Сегодня фигурирует именно это слово в сводках, что поражение двух больших десантных кораблей Азов и Ямал, которые находились в Севастопольской бухте, и повреждение воинской части на улице Руднево в Севастополе. Это узел связи, причем правительственной связи, это был основной узел связи Черноморского флота Советского Союза с Генеральным штабом. Или, точнее, тогда был не Генеральный штаб, тогда было командование военно-морских сил СССР. Вот этот узел связи полностью уничтожен. У него там попало несколько ракет, есть спутниковый уже снимок, где дырка, и эти ракеты повзрывались внутри. Так что внутри ничего живого не осталось, уничтожено. Ну посмотрим, 18 ракет было запущено в ночь с 23 на 24 марта. Кстати, как раз тогда, когда по расшисты наносили массированный ракетный удар, вот он был встречный. Наш удар был, получается, встречный по Севастополю. Иван Хрус, разведывательный корабль, новейший разведывательный корабль, самое новое оборудование. Он корабль разведки и связи, на нем стоят там средства радиоэлектронной разведки и есть средства РЭП. Он уже второй раз повреждается, но, правда, первый раз там не было точной информации. Он получил повреждения в районе Босфора, был атакован тремя морскими дронами. Причем на видео было показано уничтожение одного дрона, а третий дрон вроде бы врезался в левую кормовую часть. Слева по борту в кормовую часть корабля. Но, правда, там запись обрывается и точно это 25-го, по-моему, мая произошло, если я не ошибаюсь, в 23-го года. То есть год назад, 24-го мая 2023-го года. И после этого мы считали, что он получил повреждения, но потом он вроде как не сохранил плавучести. Своим ходом добрался до... Сначала говорили, что его буксировали, потом вроде бы, что своим ходом он добрался до Севастополя и стал на ремонт. Вот, поэтому... А сейчас в него попало две ракеты. Так что мы сейчас ждем просто снимки спутниковые, которые дадут нам подтверждение. Или наша разведка, наши партизаны сходят и посмотрят по возможности, зафотографируют, зафильмуют. И мы с вами увидим результаты этой атаки. Но, тем не менее, три корабля минус. Кстати, количество больших десантных кораблей перевалило уже в меньшую. Больше половины мы уничтожили. Из 13-ти 7 повреждено или уничтожено. Ну, в результате они еще меньше получат логистики. Ну, а в морской десантной операции я уже вообще не говорю. Там сил и средств недостаточно будет. Шести кораблей для проведения такой операции. Это раз. Ну, я уже не беру вопроса, смогут ли они подойти к нашему побережью. Думаю, что нет. На дальних подступах начнем топить. Вот. А в качестве... Они их используют в качестве грузовиков для доставки логистики в Крым. Ну, вот еще минус два самосвала, минус два грузовика в логистической цепочке обеспечения Крыма. Потому что там с Крымским мостом проблемы. Мы сейчас об этом будем говорить. О чем побеспокоилась служба безопасности Украины. Когда разрабатывала и проводила свои операции. Так вот, мы от военной обстановки плавно переходим к теме «Служба безопасности отмечает 32-ю годовщину со дня своего создания». Кстати, надо сказать, это спецслужба номер один в Украине. Почему? Потому что уровень доверия к этой спецслужбе самый большой среди других правоохранительных и специальных органов нашей страны. Плюс самый большой за весь период существования службы. Это одна из ключевых сегодня. Она покрыла, во-первых, все и внешнюю, и внутреннюю безопасность. И стала такой, я бы сказал, ключевой составляющей сил безопасности и обороны страны. Уникальные операции, которые проводились, служба сейчас передает свой опыт по разработке и проведению операций. И на территории Российской Федерации, и на оккупированных территориях, и внутри нашей страны, передает ведущим разведкам и спецслужбам мира. То есть, мы делимся боевым опытом. Сегодня руководитель службы Василий Малюк, тоже самое, как и служба, которую он возглавляет, имеет наивысший рейтинг доверия среди всего населения Украины. Ну и хочется пройтись по основным вехам. Все-таки 32 года, это довольно серьезный возраст. И впервые мы о СБУ говорим как о правоохранительном органе, как о спецслужбе, которая защищает нас. К самой горячей точке, от Змеиного, я бы сказал, до Купенска воюет служба безопасности. Причем у нее есть боевая составляющая. Это центр специальных операций А, в народе называют его Альфа, и военная контрразведка СБУ. Причем для них линии фронта как таковой не существует. Они воюют с обоих сторон линии фронта, помогая нашим войскам в уничтожении врага на нашей территории. В частности, за два с лишним, уже третий год пошел активные фазы войны России против Украины. Уничтожено с помощью спецназовцами службы безопасности и с помощью сотрудников военной контрразведки более 800 танков, более 1300 боевых бронированных машин, более 600 артиллерийских систем, более 400 систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также систем ПВО. Вот такое вот, на миллиарды долларов уже уничтожено вооружение с помощью бойцов службы безопасности. По морским операциям тоже нельзя не обойти 11 военных кораблей Черноморского, ну не Черноморского флота, а будем так говорить, той сводной эскадры, которая сегодня действует в Черном море. Кстати, благодаря вот дронам, которые разработали, а это собственная разработка службы безопасности и собственное производство службы безопасности, ну сегодня уже можно, я говорил ранее это, и сейчас есть основания это повторить, что от Черноморского флота уже осталась флотилия. Флотилия кораблей, с учетом того, какие потери несет Таршистская федерация на Черном море. Благодаря, кстати, усилиям службы разблокирован зерновой коридор. То есть понятие зерновой коридор сегодня ликвидировано, сегодня есть обыкновенный торговый путь, да, он имеет свои особенности, свою конфигурацию, с учетом боевых действий, с учетом ситуации в Черном море, но тем не менее он работает. Никаких договорников, никаких сделок там зерновых и прочее, никаких досмотров. Помните, там Россия требовала досмотры кораблей, судов, которые заходят, которые выходят, что присутствует при погрузке, что там в трюмы засыпают. Нет, этого ничего нет. И это благодаря в том числе и службе безопасности Украины. Это все ликвидировано, все развалилось, и мы сегодня напрямую просто торгуем, причем обороты торговли вышли на довоенные уровни, во всяком случае одесских портов. Далее морские операции с помощью дронов. Дроны, кстати, и Магура и Си Бэби, точнее Мамай и Си Бэби, Магура это гуровские дроны, извините, два дрона основных, которые разработаны, сегодня уже превращаются в многоцелевую платформу. Это не просто дрон Камикадзе, нет. Служба пошла намного дальше. И сегодня это многоцелевая платформа, на которую может быть установлено любое вооружение. Любое. Начиная от ПЗРК, заканчивая, сегодня даже рассматривается вопрос установки торпедного оборудования на эти дроны. Для подводной охоты и применения подводных средств поражения противника. Кстати, вы задавали вопрос о том, а можно ли установить ПТУРы на дроны и атаковать корабли противника. Потому что ПТУР же он для, как имеет кумулятивный заряд, причем тандемный, для борьбы с броней танка и для, точнее с активной защитой и для из броней танка. И тогда, когда вы задавали этот вопрос почти год назад, ну это оказалось на уровне фантастики. Как ПТУР прилепить к дрону, если дрон является самой, сам по себе дрон является, ну будем так говорить, плавучей бомбой, высокоманевренной. То сегодня это уже все решаемо и сегодня можно установить любое вооружение, как я уже сказал, и использовать эти дроны многократно. То есть дрон, отработав боевую задачу, возвращается обратно. Плюс служба добилась, они первыми, кстати, применили спутниковую платформу, сервер и при внедрении алгоритмов искусственного интеллекта. То есть сегодня дроны службы не просто атакуют противника, они атакуют его согласованно. Это значит, они ведут морской бой. И враг не знает, с какой стороны защищаться. Они маневрируют и пытаются атаковать. И тот дрон, который находится на более выгодной позиции, атакует и топит вражеский корабль. Что мы с вами неоднократно наблюдали уже вот в последних, буквально последних операциях службы безопасности. Ну, не могу не вспомнить Крымский мост. Это вообще шедевр. Ну, первая операция подрыв с помощью грузовика. 21 тонна в тротиловом эквиваленте находилась взрывчатки в этом грузовике. Это мы уже видите, как постепенно. Чем дальше от события, тем больше служба открывает нам с вами, приоткрывает завесу тайны. Взрыв был такой мощности, что обвалило несколько пролетов моста. И мост ремонтировался больше полугода. И вторая атака, это когда дроны, морские дроны, пытались атаковать, точнее не пытались, а атаковали опору моста, пытаясь ее разрушить. Опора была повреждена, ремонт тоже занял больше полугода. И, соответственно, мост на сегодняшний день не несет полной нагрузки. Я обращаю внимание, что по сей день, несмотря на все ремонты, рапорта, как они нам докладывали, ленточки перерезали, мы все восстановили, нифига не восстановили. Сегодня даже автобусы и фуры по мосту не ходят, не пропускают, боятся перенагрузить мост. Легковой транспорт, да, ездит, а грузовой транспорт по мосту не ходит. Кстати, именно поэтому враг пытается применять и применяет сегодня большие десантные корабли в качестве грузовиков для перевозки грузовых товаров в оккупированный украинский Крым. Железная дорога тоже работает не в полную мощность. Да, она еще пропускает воинские эшелоны, они идут, но очень медленно и очень низкая пропускная способность. Именно поэтому Путин пинками там заставляет, гонит, чтобы строили альтернативную ветку железной дороги по северному побережью Азовского моря в Наджанкой, чтобы завозить войска и логистику в Крым. Ну, я думаю, что наш генеральный штаб отслеживает эту ситуацию и когда надо будет, тогда мы эти особенно самые уязвимые места этой ветки перекроем. И она работать не будет. Так что, вот, это отдельная, как бы, сфера применения, отдельная стезя достижений службы безопасности. Ну, и, ну, и надо отметить, отметить еще контрразведку. Контрразведка, это третье направление из всех перечисленных. И контрразведка занимается, это уже здесь внутренняя работа и работа на оккупированных территориях и борьба с коллаборантами на территории противника. Ну, контрразведка, она, у нее своя особенность. Начнем с того, что разгром российского подполья в Украине. Это один из приоритетов главы службы Василия Малюка. Он курирует вот два таких контрразведка и дроны. Это курируется главой службы Василием Малюком. Кстати, он лично принимает участие в разработке всех морских операций службы безопасности. Все, что связано с дронами. Вот. И стараются, вот видите, основные направления. Так вот, контрразведка. Было сначала вторжение рашистских войск в Украину. СБУ разоблачило более 2,5 тысяч предателей. Более 6,5 тысяч коллаборантов и пособников России. А также более 470 наводчиков и корректировщиков огня. Разоблачило 47 агентурных сетей Рашистской Федерации на территории нашей страны. Самая громкая, самая разветвленная и опасная сеть оказалась в церкви. Московского патриархата, которая развилась на сегодняшний день против 82 священнослужителей православной церкви Московского патриархата, возбуждено 83 уголовных дела по предательству и работе на врага. Вот это, кстати, даже тоже повлияло на общественное мнение в плане того, что у нас идет в обществе настроение. Большинство, а подавляющее большинство общества требует запрета церквей Московского патриархата на территории нашей страны. Кстати, законопроект уже довольно долгое время находится в Верховной Раде. Ну и как отдельная еще ветвь работы контрразведки, это на территории врага. Причем там не только контрразведка, там и департамент, который занимается дронами, вот они работают как бы параллельно. И надо отметить, что ликвидация предателей и разрушение инфраструктуры Рашистской Федерации с целью ослабления боевых потенциалов вооруженных сил РФ. И они выражаются в том, что регулярно дроны, опять же дроны службы, летают по территории России. 13 нефтеперерабатывающих заводов повреждены и частично выведены из строя с помощью дронов, которые принадлежали службе безопасности. Они ими управляли. Заводы ВПК, то же самое, были атакованы дронами службы безопасности Украины. Ну и борьба с коллаборантами и предателями. Тут как бы не обойтись без этого раздела. И интересную формулу высказал Василий Малюк в одном из своих интервью. Он сказал, что у любого предателя или коллаборанта карьера происходит по одной простой формуле. Изменил, возглавил, взорвался. Вот примерно так. И причем это же не только на оккупированных территориях действует служба. Но и на территории врага. Вспомните ликвидация Ильи Кивы в Подмосковье. Ликвидация Владлена Татарского, идеолога, рашистского идеолога. Вообще в Санкт-Петербурге это родной город Путина, которым он так сильно гордится. Ну и другие коллаборанты на оккупированных территориях. Вспомните взрывы на избирательных участках, в избирательных комиссиях, при подготовке, проведении референдумов, этих плебисцидов, которые там Россия устраивала. Ну и руководители на местах, в Энергодаре, Мариуполе, Бердянске. Везде взрываются машины, взрываются заложенные взрывные устройства в подъездах и в других местах. Так что вот кратко, если говорить, итог 32 лет работы, особенно 2 лет работы в условиях активной фазы боевых действий и под руководством Василия Малюка. Вот так служба помогает громить врага и отвоевывать наш суверенитет и территориальную целостность на сегодняшний день. Ну и скажем пару слов о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. На сегодняшний день ситуация с терактом в Рашистской Федерации, ну две таких основных версии действуют. Версия первая это то, что это было проведено спецслужбами Рашистской Федерации и цель была повесить всех собак на нас и соответственно консолидировать общество и призвать Рашистское общество к борьбе с Украиной, с нами, с самыми главными врагами Рашистской Федерации. Но что-то пошло не так. И версия номер два, будем рассматривать их параллельно, вкратце, версия номер два это ИГИЛ. Причем настоящий теракт ИГИЛ, который, ну как бы, дальний, который имеет довольно глубокие и давние корни, ну такой ненависти между ИГИЛом и Рашистской Федерацией. Особенно радикальным крылом этой организации. Потому что с ИГИЛом Россия сама приложила свое время в Сирии руку к созданию ИГИЛа. Они даже пытались их использовать как свои прокси в борьбе с американским присутствием в Сирии. Когда еще там находилась база американская. Вот. Но тем не менее, вот такое. А я бы сказал, что есть несколько пересекающихся моментов. И я бы сказал, что тут, наверное, произошел симбиоз. И на теракт, который планировала ФСБ, потому что там были, ну много очень указывает на то, что это могло быть запланировано ФСБ. И то, что за несколько недель там проводили, вот именно когда предупреждали Соединенные Штаты, это 8 марта, там расисты, чуть раньше, ФСБ проводило учения. Именно вот такого характера учения. Причем на учения привлекли довольно большое количество личного состава. В день теракта отсутствовала, охрана была минимальная в этом развлекательном концерт-холе. Рамки металлоискателей вообще не работали. То есть можно было проносить на концерт все, что угодно. И гранаты, и патроны, и оружие, и все остальное. Росгвардия, часть, воинская часть Росгвардии находится в трех минутах от этого концерт-хола. Но силовики ехали туда больше часа. Где-то они стояли в пробке или не спешили. Вот. А вот это говорит о том, что это могло быть подготовкой. Плюс всех поймали. Очень быстро всех поймали. Но. Есть другие, другие как бы аспекты, которые говорят о том, что это могла быть внешняя профессиональная подготовка. Причем на высочайшем уровне. Я сейчас даже объясню, откуда, скорее всего, взялись эти четыре задержанных. Так вот, что этот теракт мог быть подготовлен действительно ИГИЛом. Причем количество людей, задействованных по некоторым рассказам очевидцев, около 20 человек. Среди которых были вот эти, знаете, как, когда зэки там на Дальнем Востоке или в Сибири бегут по весне, начинают, становятся на лыжи. Есть такой у них термин. То есть, бегут с места лишения свободы. Они берут с собой кабанчика, тушку. То есть, того человека, которого они в тайге забьют и съедят. Чтобы не помереть там с голоду. Так вот, вот эти четыре гражданина Российской Федерации такджитского происхождения, мне кажется, были вот такими. Либо это были тушки прикрытия, либо это отголоски вот этого ФСБшного, с ФСБшной части теракта. Потому что, ну, их просчитали, проследили очень быстро. И, ну, по сравнению с тем, как действовали на видео боевики внутри здания, то эти ребята как-то не тянут на таких высоких профессионалов. Почему? Потому что внутри здания, во-первых, они очень хорошо ориентировались в этом здании. Хотя это довольно сложное здание. Там не один концерт-холл, точнее, или зал. Там еще плюс есть другие заведения. То есть, они изучили план здания капитально. Они применяли огнеметы. Они начинали стрельбу со стоянки. И все время, если смотреть на схему проведения операции, они загоняли толпу в то помещение, которое им было надо. Потом с помощью огнемета устроили там пожар. Для того, чтобы количество жертв было максимальным. Отстрел шел профессионально, либо короткими очередями, 2-3 патрона, либо одиночными выстрелами. Чтобы наверняка и не расходовать сильно боезапас. Далее. Они действовали по группам, 2-3 человека. При этом видно было профессионально, видно на видео подготовку, что они смотрят по сторонам. Они держат сектора. Они не так, что пришли, все на землю, руки за голову. Нет. Они действовали очень профессионально. Знали куда. Даже тот же случай с общественным туалетом. Они загнали людей в туалет, потом их там просто расстреляли. 28 трупов. Люди поднимались по лестнице, по Ивако-лестнице. Они их там заблокировали, 14 человек там положили. Они загоняли их в тупики, в аварийных выходах, там где двери были заблокированы. Они знали о том, что там двери заблокированы. То есть это так. А этих четверых, видимо, в ходе операции, этих четверых слили как отвлекающий маневр. Их посадили в это Рено и сказали топите, едьте в том направлении. Они поехали. И не поехали в том направлении. Причем, как они так быстро добрались до сих пор, там никто не может понять. В пятницу, в час пик, проехали МКАД, самое такое перегруженное кольцо транспортное вокруг Москвы. И оказались на белорусской границе. На белорусской. И белорусское КГБ, кстати, посол Белоруссии в РФ, погуглите. Он давал интервью, он рассказывал, как белорусское КГБ вместе с пограничниками белорусскими помогали ФСБ задерживать этих четырех россиян таджирского происхождения. Именно на 15 километрах от белорусской границы. Он там четко подробно рассказывает, как они не допустили проникновения террористов на территорию Белоруссии. Причем здесь Украина. Там то, что Кремль пытался перевести стрелки и натянуть на нас этот теракт, это шито белыми нитками. И вообще не лезет ни в какие ворота. И сейчас, сейчас, вы же видите, что нету, пропагандисты все молчат. Сначала там были разношерстные, я вам позавчера говорил, что одни в одну дуду, другие в другую. А сегодня все молчат, потому что в Кремле идут совещания и не могут понять, что произошло. Вот это, кстати, еще один фактор, говорящий о том, что действительно теракт мог быть настоящий, игиловский. Или, опять же, ИГИЛ использовал, ну насколько тогда должна быть утечка информации из ФСБ, из тех, кто готовил этот теракт в стенах самого ФСБ. Вот это вот вызывает. Ну, естественно, весь мир переполошился сейчас, что же будет дальше. Россия не может сформулировать пока что никакую версию, какую принять за основу, не может четко высказаться. Путин 17 часов молчал, вообще не знал. Несколько раз ночью, сразу после совершения теракта, несколько раз информационные каналы переносили выступление вождя, царя по фамилии, царя российского. Никак не мог он сформулировать. Потом он выступил, сказал, что ну такой, в стиле будем мочить всех сортирий и на этом все. Ничего конкретного не сказал. Соболезнования высказал и все. Вот. И сейчас, вот смотрите, в Турции там планируются выборы муниципальные. Они вот в следующие выходные должны быть. Турция полмиллиона подымает. Говорят, что следующие теракты, следующей целью ИГИЛа может стать Олимпийские игры в Париже. Страну, тем более, что мы знаем, что ИГИЛ там уже действовал. Вспомните 15 и 18 годы теракты в Париже, когда проводился там футбольный матч и так далее. То есть, есть о чем. Источники в западных разведках говорят о трех основных факторах, которые могут вдохновить ИГИЛ на организацию терактов. Это существование спящих ячеек на Западе, война на Ближнем Востоке и поддержка со стороны русскоязычных, живущих в Европе. Вот опять же здесь русскоязычных привязывают к... Кстати, Франция, французская разведка нашла, контрразведка, точнее, которая после терактов проводила расследование, нашла русский след. В тех терактах, которые были организованы в Париже. Теракт... Ну, мотивы, я вам основываю... А мотивы, какие же ИГИЛа? Почему ИГИЛ? Кстати, западная пресса и западные разведки, я смотрю, что они даже версию ФСБшную не рассматривают. Они в основном опираются на то, что это ИГИЛ вот так вот порвал российское ФСБ и кремлевское руководство РФИ просто на мелкие кусочки. Никто, никто этого такого не ожидал. Видимо, ФСБ у себя под носом просто проспало. Проспало такой огромный теракт. О чем, кстати, американцы предупредили, но ошиблись немножко в сроках. Они сказали 8 марта плюс 48 часов. Произошло это 23 марта. 22 марта, точнее, в теракт. Так вот, теперь Кремль высказывает обиду, что вот с нами не сотрудничают, поэтому мы ничего не знаем. Так а вы сами что, не в состоянии контролировать свою территорию? Так вот, ИГИЛ все равно... Вот теракт... Мотивы. Какие мотивы? Рассматривать западное... Это по западной прессе, по анализу. ИГИЛ все равно на кого нападать. Главное, резонансно. Боевики активизировались, пользуясь тем, что крупные державы заняты конфликтами в Украине и секторе газа. Об этом пишет Wall Street Journal и катарское издание Al Jazeera. Далее, у организации с Россией, у ИГИЛа с Россией имеется давняя история ненависти. Среди исторических претензий к Кремлю, афганская и чеченская войны. Сейчас же гнев боевиков вызывает российские операции против ИГИЛ в Сирии и Западной Африке. А также попытки наладить связь с талибами. Наиболее убедительным мотивом для нападения ИГИЛ Харасан на Россию в настоящее время является фактор талибов. Это опять же пишет Al Jazeera в своем. И об этом сообщает директор Института Южной Азии при Вашингтонском центре Вильсона. К такому они выводу приходят. Кстати, ФСБ еще такое показало пытки, помните? Всех трех или четырех даже. Одному отрезали ухо и затолкали в рот. Одного пытали током, привязывая провода к гениталиям. Во-первых, это осквернение. Мусульман это раз, за это может быть кара. Во-вторых, есть тайна следствия. Если вы хотите узнать заказчиков, то есть раскрыть это преступление. Хотя бы попытаться. То ни в коем случае нельзя показывать лица. Ни в коем случае нельзя устраивать вот эти показательные допросы с выбиванием. Когда там раненого бьют по голове, якобы террориста. И пытаются из него выбить, тут же выбить признание прямо на камеру. Это грубейшее нарушение оперативно-следственных мероприятий. Грубейшее нарушение тайны следствия. Это говорит все о том, что ФСБ не хочет, чтобы реальные заказчики этого теракта были найдены. Делают все, чтобы они легли показывать. Вот этими кадрами показывают заказчикам, что ребята, лягте на дно, помолчите, уйдите в подполье. Потому что, видите, мы вот тут всех поймали. Сейчас мы их будем бить и пытать. Я так понимаю, до суда они не доживут. С таким отношением к ним до суда они не доживут. Их там просто расчленят, на запчасти разберут, пытаясь выбить из них то. 1937 год. Сталинский НКВД 1937 года. Один в один. Выбивали те показания и заставляли людей подписывать признание в том, чего они никогда не делали. То же самое и здесь. Ну и еще несколько, пару новостей. Потому что сегодня, видите, такое очень много. Ну, вся тема, весь информпространство заполнено вот этим терактом и его возможными последствиями. Последствия будут. И будут, скорее, возможно, что будут даже еще в самой Рашистской Федерации. И судя по их организации, что эти около 20 нападающих, ну, 4 поймали, ладно. Говорят, 11 там задержано. Хотя я уже сомневаюсь в этих. Я вам рассказал случай из Самары, когда террорист, которого объявили в розыск, спал дома в Самаре. В Самаре. Где Москва, где Самара. А утром пришел в полицию и сказал, что вот я, вот мой паспорт, ну, я спал дома, а не стрелял в конце, в этом, в Крокусе, в Подмосковье. Вот, поэтому нет. Ну, вот те 16, которые проводили, из 20, которые, по словам очевидцев, принимали участие, они растворились бесследно. Никто даже не знает, на чем они приехали, на чем они уехали. Вот, они были с автоматами в военной форме. Они не прятали свои лица. Понимаете? И не надевали балаклавы, и не прятались. Они понимали, что они могут быть зафиксированы, могут быть, их ориентировки могут быть разосланы. Они не прятали свои лица. Вот, так что, я думаю, что это очень, вполне возможно, что это действительно серьезная организация на очень высоком уровне подготовки этих терактов. И это не последний теракт. До Олимпиады в Париже еще много воды утечет. Но Российская Федерация реально сейчас, на мой взгляд, реально под ударом вот этой вот... Это ИГИЛ Харасан, это радикальное крыло из вот этой ИГИЛа. И там 3,5 тысячи оно насчитывает. Ну, от 3,5 до 6 тысяч человек оно насчитывает, боевиков. Разные источники дают разную цифру. Но они очень жестоки и очень, ну, будем так, радикально настроены. Если они за кого-то взялись, взялись за РФ, то ФСБ очень сильно прокололось. Если это действительно ИГИЛ. Но Запад считает, что это так. Еще пару новостей. Это Соединенные Штаты и Япония планируют крупнейшее за 60 лет обновление договора о безопасности между странами. Причем в этом договоре меняется даже конфигурация и схема обмена военными технологиями и оружием. Оружие. Самое главное. То есть продажа оружия. Япония. Кстати, помните, мы говорили, я вам рассказывал, что Япония изменяет свое законодательство. Я так понимаю, японская ВПК принято решение выходить на мировой рынок вооружений. То есть Япония готова сегодня продавать свое оружие в полном объеме, не стесняясь и не ограничивая себя. Это вызвало уже такую, примерно на уровне истерики, реакцию в Кремле, что они начали сразу же вспоминать капитуляцию, условия капитуляции Японии, что запрещено иметь армию, запрещено иметь вооружение, а тут вдруг Япония собирается выходить на мировой рынок оружия. Кстати, планируется встреча Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисида в следующем месяце, в апреле, они будут встречаться и обсуждать план реструктуризации военного командования США в Японии. То есть еще и взаимодействие двух армий перед лицом общих опасений по поводу Китая. Об этом должно быть объявлено в Белом доме 10 апреля, когда Байден планирует принять Кисиду. Вот такое вот крупнейшее, самое крупное наращивание военной мощи Японии по мере усиления военной активности и деятельности в области безопасности между США и Японией. Кстати, Япония согласилась, обязалась точнее, в ходе вот этого организации взаимодействия армии США и Японии. Японии, я так понимаю, будут создавать систему прямого взаимодействия, систему безопасности на основе прямого взаимодействия и союзнических обязательств. Так вот, Япония обязалась удвоить свои расходы на оборону до 2% своего валового внутреннего продукта. Также Япония сказала, что она закупит ракеты «Тамагавк» в противокорабельном и в обычном исполнении. То есть, как по наземным целям, так и по кораблям. С дальностью пуска до 1000 километров, 600 миль. Ну и в следующем году создается объединенное оперативное командование в результате подписания вот этих договоренностей между США и Японией. Для России это, конечно, такое усиление Японии, военное усиление. А там же территория есть спорная, Курильские острова. Это очень и очень будет больно. Ну и вообще, Тихоокеанский регион с таким усилением Японии, расклад сил может резко поменяться. Далее, Байден подписал закон о помощи Израилю в сфере безопасности на сумму 3,3 миллиарда долларов. Но я напомню, что у них есть договор о союзнических обязательствах. И поэтому США обязаны по этому договору выделять военно-техническую помощь Израилю. Они хотели сделать, видимо, они хотели сделать вот этот законопроект, которым там помощь нам 60 миллиардов, Израилю там, по-моему, 14 и Тайваню там немножко. И, соответственно, они хотели его пустить по тем же самым программам, то есть безвозмездной помощи Израилю, так же, как и нам планируется запустить вот эту сумму в 60 миллиардов. Но в связи с откладыванием реализации закона, этого законопроекта, его рассмотрением, кстати, про него сейчас тоже поговорим немножко, в Соединенные Штаты начали действовать по тем обязательствам, которые есть на сегодняшний день между Израилем и США. И закон подписан, Израиль получит военной помощи в сфере безопасности на сумму 3,3 миллиарда, без дополнительных политических условий. То есть это обязаловка со стороны США. А вот Нетаньяху в это же время, узнав как бы параллельно с подписанием этого закона, он делает заявление и говорит, мы войдем в Рафах, мы добьемся абсолютной победы, мы убьем Синвар. И нам предстоят долгая открытая расплата с осью зла во главе с Ираном. Вот такое заявление сделал Нетаньяху. То есть Израиль не собирается останавливать, я считаю, что это правильно, потому что нельзя, если не долечить до конца, потом разобьется еще большая болезнь. Поэтому им надо добить это на своей территории раз и навсегда. Ну а если Иран продолжит свою политику в отношении Израиля, то тогда противостояние будет переориентировано и на Иран. Далее польские фермеры вдруг решили остановить блокаду на границе. И блокада границы оказывается прекращает в связи с грядущими пасхальными праздниками. То есть война войной, обед по распорядку. И они до этого было все заблокировано и пропускали одну машину в час. А тут было принято решение организаторами. Но это еще раз говорит о постановочном характере этого протеста. То есть если вы уже протестуете, так бейтесь же до конца. Чего же вы даете задний ход? Они ранее были, вот пишет даже издание, польское радио сообщает, что они ранее были настроены решительно, анонсируя блокаду на минимум на месяц. А теперь вдруг все вспомнили, что Пасха, надо идти до дому, святку ваты. Вот они и решили разойтись. Ну и пару новостей из-за поребрика. ИГИЛ анонсирует новые теракты, включая теракты против самого Путина. В тексте появилось видеообращение боевиков ИГИЛа. В тексте отмечается, что боевики в знак протеста против пыток и допросов членов организации организуют очередной теракт в Рашистской Федерации. Вот результат того, чего я говорил. Что такие вещи делать... Но опять же, Россия по-другому не может. Они действуют нечеловеческими методами. Они стараются показать максимально силу, и что кара будет, шкуру будет сдирать живьем. То есть методы фашистско-садистские для проведения. В результате, видите, уже есть такие... Мало того, что они уже вторые сутки бегают там, эвакуируются, то в Санкт-Петербурге какой-то дядька позвонил, сказал, что бомба там заложена. То еще где-то больницу там эвакуировали с ранеными, где проходят лечение после стрельбы в Крокусе. Тоже сказали, что там теракт планируется. Вот теперь будут бегать из угла в угол, спасаясь от теракта. Вот вам, пожалуйста, реальная реакция того же самого ИГИЛ. Если это они. Далее, Ростовская область прилетела в Новочеркасской государственной районной электростанции. Это самая крупная, кстати, тепловая электростанция на юге. Два энергоблока, 20 взрывов насчитали местные паблики. Конечно, губернатор сказал, что ничего страшного, небольшое возгорание. Все сбили, никто ничего. Местные пишут, что 20 взрывов на станции и два энергоблока остановлены, выведены из строя этой станции. Она самая, еще раз повторюсь, тепловая станция, самая крупная в южном регионе Рашидской Федерации. Ну и вишенкой на торте не могу сегодня не поделиться. Это приключение останков Александра Суворова. Да, вы не ослышались, как бы это дико не звучало. По приказу Шойгу, личному приказу Шойгу, были изъяты останки Суворова, как великого полководца. И эти останки сейчас привезли на фронт и будут возить по частям, как вот чем-то напоминает мне Первую мировую войну. Тогда перед боем ходили с иконой российской армии и освещали там бойцов, окопы и благословляли их на войну. То же самое, видите, происходит, ничего не поменялось. Сто лет прошло, а все серость осталась та же. Они привезли, как они еще не привезли фуражку Гитлера из этого главного военного храма Рашидской Федерации. Так вот, в чем смысл? Привезли останки Суворова в железном ящике, привезли на фронт, на Запорожском направлении. У нас сейчас это Ореховское называется. Собрали офицеров, вокруг праха Александра Васильевича помолиться, поговорить. Ну, ошибкой было, это уже пишут военкоры рашидские, что ошибкой было соврать их близко к линии фронта, в одном из пунктов управления войсками. Прилетел снаряд, в итоге, к сожалению, четверо погибли, семь раненых, рассказал источник в Министерстве обороны одному из рашидских военкоров. Другой подтвердил факт трагедии, другой источник, и сказал, что прах Суворова пострадал, но незначительно. То есть, офицеров убили, ну, не судьба, а вот прах Суворова пострадал, но незначительно. Защитил специальный бронированный ящик, в котором возят останки Суворова. И, несмотря на случившееся, продолжает возить вдоль линии фронта, для того, чтобы он укрепил дух на рашидских военных. Напомним, что остатки великого полководца для этого временно достали из могилы по личному приказу Сергея Шойгу. Вот такой, я даже не знаю, как это назвать, Средневековье, это, наверное, самое мягкое, что можно в данном случае сказать. Не поможет, сразу скажу, не поможет, потому как мы все равно добьемся своего. Рано или поздно, но мы победим в этой войне. Рано или поздно, но мы победим в этой войне.